всем привет это макс на канале keep going сейчас 5 утра я только выехал из дома и еду клиенту ехать мне всего лишь одну минуту пол мили потому что это прям очень близко к моему дому еду я за клиентом то есть этот заказ я получил еще вчера вечером заранее то есть мне пришел заказ я знал что сегодня в 5 утра я должен буду забирать клиента вот еду за ним это первый клиент а после него у меня уже есть второй клиент то есть два заказа на сегодня уже есть я думаю часов в 7 утра я уже наверно буду дома после этих двух заказов посмотрим сколько мне заплатят мне написали суммы которые меня заплатят за каждую поездку я уже знаю но пойду какая сумма получится без понятия интересно сравнить будет ли это ровно та сумма которую мне пообещали или нет вот и увидим еду я в отель вот он на следующем перекрестке уже находится буду забирать клиента но до приеду я немножко раньше потому что мало ли у клиент выйдет раньше мне написали что лучше приедете пораньше хотя забирать его должен в 530 а сейчас только 502 посмотрим может быть он действительно раньше выйдет если нет значит буду сидеть его ждать то есть меня сейчас забрать клиента отвезти в аэропорт и потом после аэропорта еду сразу за другим клиентами это же везу его в аэропорт прикольно прикольно что я знаю маршруты куда ехать и его сколько надо быть до сюда за прикольно да все я уже подъехал к отелю буду сидеть ждать клиента никого нету даже работников нету потому что 5 утра ладно буду ждать все 1 клиента высадил бабульку завез в аэропорт и сейчас уже еду за другим клиентом на улице до сих пор темно кажется что ночь самом деле 6 утра и не знаю почему так темно не привык такому утру но очень видим за вторым клиентом ехать 15 минут потом опять еду с ним в аэропорте причем так получается что я сейчас приезжаю за другим клиентом и буквально там может быть минут десять его подожду и мы сразу же поедем то есть быстро все так приехал уже к следующему клиенту сейчас ты возле дома до сих пор на улице темно в общем вот этот дом вам не видно конечно и прикол в том что я сюда раньше привозил доставку еды когда еще работал доставки еды то возил все заказы приня не знаю что так темно вроде бы уже светает но все равно темнотень пипец то что я ладно буду ждать клиента и вести его в аэропорт короче классно когда у тебя есть заказы наперед потому что ты знаешь куда ехать во сколько ехать сейчас два заказика сделал бац поехал домой так я уже короче высадил только что второго пассажира сейчас пытаюсь выехать с этого аэропорта блин пипец конечно отстал идиот но могу выехать и за него все доеду в общем домой друзья сейчас вам это расскажу покажу сколько получилось заработать за две поездки одна поездка была 18 миль это своего дома в аэропорт и вторая поездка было 12 миль тут возле санта моники в общем до аэропорта то есть тоже очень близко и по времени за него очень мало потому что трафика не было начало то есть утра вот видите только рассвет появился начал подниматься солнце начал подниматься уже так красиво все видно да сейчас смотрю на заработанную сумму я даже немножко в шоке потому что обычно за поездку на обычно за поездку из даунтауна в аэропорт это я зарабатываю 70 долларов сегодня получилось чаевыми за эту поездку 112 то есть вместо 7 обычных 70 я получил 112 первых поездка была дороже чем обычно из-за того что ее бронировали заранее во вторых дали домонники сюда 72 доллара это вообще тоже это очень дорого точнее я не знаю почему так дорого но так вот и пока еще не пришли чаевые потому что только высадил клиента возможно еще придут похоже чаевые но хочу вам показать сумму это видите 192 доллара у меня получилось это за две поездки то есть 192 доллара ну вот этот прикол я вам скажу с этими поездками бронированные вообще классная штука то если вечером сидел принял пару поездок и я уже знаю утром куда ехать сколько заработаю и прочее прочее на самом деле вчера пришло больше поездок но тебе дается пару минут на принятие решения да я как-то протупил три поездки я пропустил они приходили но я просто не успел принять как бы поэтому кто его знает может были бы еще какие-то поездки так больше друзья все едут домой и оказалось что не так быстро это все будет потому что спереди образовался трафик и показываю что полчаса ехать домой к сожалению я обычно за 15 минут доезжаю но это когда нет трафика но это утро к сожалению и вот вам пожалуйста плюс полчаса просто времени принципе даунтаун уже близко вот я его вижу но вот сейчас буду ползти тут очень медленно и это нормальное событие в лос-анджелесе принципе каждый день одно и то же пробки трафик кучу машин все такое ладно буду ползти пробки в общем уже почти подъехал к дому и пришел заказ правда пришел заказ на лифт не на uber там тоже неплохой сейчас бонус есть во первых почти 5 долларов доплачут за каждую поездку и плюс к тому если еще три поездки подряд сделаешь то дадут бы нас 18 долларов то есть получается я сейчас за каждую поездку плюс 5 долларов и потом еще 18 долларов за три сделанные поездки ну то есть если я сделаю три поездки мы посмотрим даунтауне поездочки короткие то есть поездка буквально там полторы мили то есть это три минуты займет у меня за нее платят уже 18 долларов плюс если я сделаю еще две такие же поездки не сверху еще 18 заплатят то есть в принципе тоже неплохо главное что были еще два заказа вот этот отель это сегодня я тут утром забирал же клиента с этого отеля вез в аэропорт и сейчас я опять забираю клиента с этого отеля а вот это уже этот дисней холл театр от диснея тоже такое здание красивое здесь необычный такой отель да я думал забыть квартиры а по итогу оказалось это отель просто раньше его строили когда приехал еще в америку то есть в этом году только его открыли блин это вообще ужас лифт сели три человека не ну то есть тоже такие типа крутые бизнесмены сидела сели начали бахкать дверями трое человек сразу чувствуется разница между лифтом и убером то есть выбери сюда один пассажир в основном в лифте частенько бывает такое что несколько пассажиров и уровень людей сразу сильно отличается чувствуется это карта вся видите какая розовая розовая потому что сейчас доплачивает 575 за каждую поездку почему-то странно написано 14 долларов обещали 18 одурили так пришла вторая поездка на лифт супер коротенькая сейчас поедем тоже свозим человечка это вообще там пару кварталов проехать нужно будет вроде бы тоже там около 15 долларов за эту поездку ну мне чем короче тем лучше потому что все равно я хочу сделать три поездки ради этого бонуса и посмотрим что получится заработать просто прикольно в даунтауне то что расстояние очень коротенькие все люди едут либо в какой-то магазин либо ресторан либо в отель либо на работу и все это очень близко этому удобно возить и кстати все это время ни одного заказа на убери вообще ни одного не приходила она лифт пожалуйста приходит кстати выбери тоже доплаты доплата 8 долларов убери сейчас в этой эре вот тут доплата 11 долларов то есть надо сохранить этот бонус на лифте доплата сейчас было 6 долларов по моему или 575 что такое короче я ехал за клиентом в лифт и отменил заказов приходит еще заказ блин опять на лифте столько заказов но я отменил потому что пришел заказ на убери заказ на убери значительно подороже поэтому решил взять uber отвез пар парня вот высадил его в общем сейчас смотрите в лифте 7 долларов уже доплачивает в этой эре где я нахожусь а в убери сейчас посмотрим в убери а в убери всего лишь доллар 25 пропал бонус но видите 213 доллара у меня получилось на убери и пока 1450 на лифте сейчас может быть еще придет парочку заказов на лифте и было бы неплохо неплохое утро и в общем этот клиент которого только что вез это первый клиент с которым я реально общался мы всю дорогу пару минут ехали но мы общались и он понравилась моя машина и мы разговаривали про бмв в общем ну это реально первый такой опыт общения потому что обычно вообще никто не разговаривает все молчат и все ну я еду домой туда прямо придет заказ будет отлично не придет буду уже дома в принципе сколько это получается 14 долларов 50 центов и 213 то есть почти 230 долларов за утро и сейчас только 8 утра друзья 8 утра я возле дома 230 долларов так в общем расскажу вам что только что случилось потому что я сначала подумал что я только что обманул сам себя но потом понял что все в принципе нормально то есть я приезжаю в отель забирать парня и за сна лифт за 15 долларов заказ то есть маленький заказ на 15 долларов я только подъезжаю он начинает открывать дверь и в этот момент не приходит заказ на uber с этого же отеля за 50 долларов это блин хотел уже выгонять этого пацана думаю с машины ну типа блин 15 долларов там 50 до но прикол в том что тот заказа 50 долларов он голливуд в голливуде нету фривейв ты едешь по обычным дорогам занимает время там но здесь просто я не небольшое расстояние но по времени очень долго потому что светофоры и все прочее то есть заработал бы я больше но времени потратил бы больше потому что пока я туда доехал бы пока обратно у меня наверное час бы и ушло на это все думаю ладно что повезу этого парня за 15 долларов начал его вести подвожу к отелю высажу и сразу же приходит с этого отеля другой заказ на 15 долларов тоже коротенький я его забрал только высадил другого парня пришел еще один заказ сейчас еду уже за третьим заказом по итогу получается что за более короткое время то есть я на эти три заказа у меня ушло где-то минут 20 я заработаю те же деньги за три короткие заказа чем за один длинный голливуд то есть по итогу так даже и выгоднее получилось маленькими заказами но когда заказ длинный повториваю то конечно он намного выгоднее потому что по фриваю ты себе заехал и поехал все за скоростью там 120 метров час очень быстро привез и заработал много денег а если вот по голливуду по обычным улицам это конечно да это ужас так что-то произошло видите визу и тетку на такой коляске в общем да высадил только что клиента с лифта и я опять возле дома то есть вот блин две минуты до дома прям вообще классно 62 доллара получилось на лифте у меня за 4 мелкие заказы то есть каждый заказ где-то по полторы мили был то есть сумме я проехал 6 миль и по заработал 62 доллара а так бы я проехал фиг знает сколько миль потратил бы очень много времени и заработал бы 50 долларов и по итогу сейчас 847 то есть я щас приду домой будет 850 и у меня 62 доллара на лифте сейчас посмотрим сколько на убери и 213 на убери то есть получается 270 сколько 32 блин что у меня он не шарит 2 до 275 долларов за сегодняшнее утро выехал я в 5 сейчас 8 40 то есть будет час 9 4 часа до получилось такое конечно не супер классно но тоже неплохо считаю что я проехал очень мало миль и я возле дома вот стать этот театр который говорил что вы гол дисней да классно были до прикольно такие дела поехал я домой блин пришел заказ на убер очень маленький 13 долларов ладно поехали тоже не везет мне да не могу домой доехать так я думаю что за фигня почему я уже в этот отель четвертый раз приезжаю сегодня оказывается тут конференция видите все такие деловые дядьки это работники каких-то других отелей управляющие там и прочее и у них какая-то конференция в этом отеле они слетелись все лос-анджелес и ходят точнее не ходят а ездят из отеля в отель чон стоит из отеля в отель ездят потому что в этом отеле они становиться все не могли местные достаточно они сняли номера в других отелях и все едут в этот отель я думаю как-то странно так много поездок и все такие короткие все в один отель оказывается вот оно что конференция просто какая-то ну все уже как бы смысла дальше ездить сегодня нету точнее не но сейчас нету потому что уже карта видите серые и на убери на лифте а это значит что заказов уже стало меньше доплаты пропали и как бы можно работать но можно не работать поэтому я выбираю второе ну то есть доплат нету зарабатывать будешь меньше заказа меньше поэтому особо смысла сейчас ездить я не вижу поэтому еду домой ужас конечно с трафиком там то у меня сейчас я еду по линии по которой нельзя их потому что не для автобусов и за это могут дать штраф ну что поделать а вот один трак разгружается из-за этого тут беда с трафиком выехал короче потаксовать вечером блин нашел бомжей даунтауне давно такого не видел внизу целый такой палаточный островок там он это горит какая-то мусорка то есть не как все положено в общем ой воняет от этого костра их него ужас в общем выехал потаксовать да немножко и два маленькие заказы на лифте сделал и один на убери тоже маленький такое что-то то мяло хотя сегодня сейчас только 6 часов вечера да я полчаса поработал три заказа сделал ну больше ничего не приходит поезжу еще поищу подожду я думаю еще одну должны принципе быть заказы но как-то непонятно вот утром намного лучше чем вечером возможно вечером нужно быть возле клубов и ресторанов но из даунтауна уезжать не хочется потому что хочется быть возле дома не знаю что произошло но две минуты буквально прошло после того как я говорил что заказы должны быть карта посерела стала в убери серая и в лифте тоже пропали вот эти доплаты в общем это плохой признак признак того что заказов почему-то нету и поэтому стоять как бы ожидать заказ смысла тоже нет буду сидеть дома ждать заказ мало ли что-то придет но в 6 часов вечера серая карта это вообще странно то есть наоборот все начинают ехать с работы там и прочее должны передвигаться ну как-то странно в общем друзья я сегодня выехала сделал всего лишь три маленькие заказа вечером за него мне это все полчаса и сейчас еще расскажу вам про итоги сегодняшнего дня сколько я отработал сколько получилось заработать в такси в вас анджелесе получается утром я отработал четыре часа и вечером я отработал полчаса то есть ну сумме меньше пяти часов и давайте посмотрим что же получилось по цифрам по цифрам в лифте у меня вышло 96 долларов 67 центов это за сегодня за за 6 поездок но поездки все были очень короткие то есть это чаевые доплаты поэтому получилось 96 долларов в убери за 5 поездок получилось 253 доллара по итогу получается это ровно 350 долларов за четыре с половиной часа работы сегодня опять сколько там ушло на бензин и прочее я не считаю потому что расходы на бензин в принципе не очень велики я думаю что в районе 10-15 долларов ушло на бензин за сегодня это с учетом того что у меня машина не гибридная и вообще не для такси и все прочее прочее это я рассказал для тех кто случайно попал на видео и опять же вся эта сумма это уже мои заработанные деньги за вычетом комиссии убера то есть уже это с вычетом комиссии за налоги и как всегда я сразу же рассказываю потому что все спрашивают это налоги считаются в конце года у всех они разные у кого-то могут быть у кого-то не вообще могут не быть этих налогов поэтому там сегодня очень индивидуально так а там по ходу авария случилось впереди машина врезалась в этот гусик спицей ладно очень друзья всем спасибо за просмотр этого видео подписывайтесь на канал дальше будет много интересного поэтому не пропустите с вами был макс всем пока